Главные идеи из книги Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Это одна из самых успешных книг о человеческих взаимоотношениях. В наше время актуальность данной книги особенно возросла. Часть первая. Основные методы обращения с людьми. Глава первая. Если хочешь собрать мед, не опрокидывай улей. Прямое указание на ошибки вызывает негатив. Человек, которого открыто критикуют, руководствуется эмоциями. В критике он увидит нападение и начнет либо защищаться, оправдывать свои действия, винить всех вокруг, кроме себя, либо он просто затаит обиду. Критика задевает гордость человека из чувства его собственного достоинства, показывает превосходство того, кто критикует. Авраам Линкольн в начале своего пути, задолго до того, как стал одним из самых выдающихся американских президентов, получил очень хороший урок. В молодости он не только высказывал критические замечания об окружающих, но и писал высмеивающие их письма и стихи, которые публиковались в газетах. Но однажды он перегнул палку и был вызван на дуэль за одну из таких публикаций. Чудом, дуэль не состоялась из-за секундантов и Линкольн остался жив. Это был урок для будущего президента. Больше он никогда никого не критиковал. Даже в период гражданской войны в отношении промахов своих генералов он был максимально сдержан. Его любимое изречение – не судите, да не судимы будете, да и кто знает, как поступили бы мы, будь на месте другого человека. Есть и другой пример. Главный инженер, проходя мимо рабочих без каски, делал им замечания и, используя авторитет начальника, заставлял следовать инструкции. Рабочие делали это нехотя, а когда он уходил, специально снимали каски. Он применил другой подход. В следующий раз, увидев рабочего без каски, он интересовался, удобно ли в ней работать. Дружелюбно напоминал, что каска для их же безопасности. В результате рабочие стали чаще следовать инструкции без чувства обиды или негативных эмоций. Прежде чем критиковать и осуждать кого-то, подумайте, каким последствиям это может привести. Да, можно выплеснуть свою злобу на человека, но вряд ли это изменить ситуацию, а человек может стать обиженным или вовсе возненавидеть вас. Вместо того, чтобы осуждать людей, давайте попытаемся понять их, представить себе мотивацию их поступков. Глава 2. Большой секрет искусства обхождения с людьми. Единственный способ подвигнуть кого-либо что-либо сделать – пробудить соответствующее желание сделать это. Нужно дать людям то, чего они хотят – чувство собственной важности и нужности, признание другими людьми. Можно заставить служащего работать под угрозой увольнения, ребенка делать уроки под угрозой наказания. Но такие грубые методы будут иметь нежелательные последствия. Часто, когда для нас делают что-то хорошее или просто работники качественно выполняют свою работу, мы молчим. Но как только случается какой-то проступок, этим же людям посылается критика, упреки и обвинения. Как результат, люди отдаляются от нас. Так мы не показываем, что ценим их. Всем нравится получать комплименты и похвалу за проделанную работу. В стремлении за похвалой и одобрением других люди получают лучшее образование, покоряют высочайшие вершины, пишут романы и создают шедевры творчества, основывают многомиллионные компании, приобретают дорогие автомобили или строят огромные особняки. Умение признавать достоинства людей и поощрение их пробуждает энтузиазм, выявляет наилучшие качества работника. В то же время, ничто не бьет так сильно по честолюбию человека, как критика со стороны руководства. Самое простое – быть благодарным и признательным. Похвалите детей за хорошие оценки, жену за испеченный пирог. Поблагодарите повара ресторана за вкусное блюдо, а официанта – за обслуживание. Это касается всех людей – рабочих в офисах, магазинах и на фабриках, членов нашей семьи и друзей. В межличностном общении мы никогда не должны забывать, что рядом с нами люди, ждущие признания. Но есть один нюанс. Не путайте благодарность и признательность с лестью. Признание делается искренне, а лесть основана на лицемерии. Лесть может принести больше вреда, чем пользы. Она фальшива. Сосредотачивайтесь на положительных качествах ваших собеседников. Давайте честные и правдивые оценки. Вы можете любить клубнику, но когда вы отправляетесь на рыбалку, то в качестве наживки используете не клубнику, а червяка. Отправляясь на рыбалку, надо думать не о своих желаниях, а о том, чего хочет рыба. Подобная аналогия работает и с людьми. Конечно, нам хочется получать желаемое, но других людей это не интересует. Их интересует лишь то, чего хотят они. Оказывать влияние на других людей можно лишь говоря с ними о том, чего хотят они, и показывать им, как получить желаемое. Чтобы отговорить своего сына от курения, не читайте ему нотации и не говорите о своих желаниях. Лучше объясните, что курение может помешать ему заниматься футболом или выиграть забег на 3 километра. Секрет успеха заключается в способности перенять точку зрения другого человека и посмотреть на вещи его глазами. Прежде чем начинать разговор, отметьте про себя, чего хочет ваш собеседник. Карнеги долгое время арендовал танцевальный зал для проведения лекций. Однажды, когда все билеты на лекцию уже были проданы, ему сообщили, что плата за аренду помещения возросла в 4 раза. Он мог бы ворваться к управляющему со скандалом, но это не помогло бы решить вопрос. Карнеги взял лист бумаги и расписал плюсы и минусы их сотрудничества с точки зрения арендодателя. Плюсом был свободный танцевальный зал, который можно сдавать для танцев и получать за это определенный доход. Минусами же было потеря дополнительного дохода от проведения лекций по вечерам. Лекции посещали культурные и образованные люди, что также было хорошей рекламой для школы танцев. Когда люди приезжали на лекции, они стелились в отеле поблизости, что также приносило прибыль ее владельцу. Карнеги предложил еще раз тщательно обдумать преимущества и потери для заведения и сообщить ему окончательное решение. На следующий день его известили, что арендная плата выросла на 50%, а не на 400. Чтобы найти успешную работу, нужно презентовать не ваши потребности, а то, как ваш опыт может помочь развитию компании и решении ее проблем. Чтобы продавать какой-то продукт или услугу, нужно посмотреть на него с точки зрения покупателя, показывать, каким образом товары или услуги помогут закрывать его потребности. Часть 2. Шесть способов понравиться людям. Глава 4. Поступайте так и будете радушно приняты повсюду. Нам всем нравятся люди, которые нами восхищаются и проявляют интерес, при этом другие люди нам менее интересны. Вспомните, если смотрите на групповое фото, на кого вы в первую очередь обращаете внимание. Гораздо проще завести друзей, проявляя интерес к ним, чем пытаться заинтересовать их рассказами о себе. Интересуйтесь жизнью других людей, их прошлым опытом, текущими проблемами и планами на будущее. Служащий одного из банков готовил доклад, а нужная информация была только у управляющего банком. Он даже не мог попасть к управляющему, не то чтобы переговорить. От секретаря служащий узнал, что у управляющего есть сын, который любит коллекционировать марки. Служащий нашел марки и передал через секретаря управляющему, что у него есть нужные сыну марки и он готов ими поделиться. Он был радушно принят и ему передали всю информацию. Более того, управляющий вызвал подчиненных и они тоже подготовили нужные факты и цифры. Глава 5. Простой способ произвести хорошее первое впечатление. Улыбчивые люди производят положительное впечатление до начала беседы. Улыбка сигнализирует о том, что человек в хорошем настроении и рад видеть собеседника. Нам нужно испытывать радость от общения с людьми и тогда у наших партнеров будут рождаться те расчувства при встрече с нами. Биржевый маклер Уильям Стейнхард, который вечно ходил дома и на работе с мрачным выражением лица, решил изменить свое поведение. В 8 лет он был женат и редко улыбался жене. Более того, они почти не общались утром. И вот, когда жена пригласила его завтракать, он поприветствовал ее словами «Доброе утро, дорогая!» и улыбнулся ей. Она была удивлена. Он ввел в себе такую привычку и начинал свой день с улыбки жене. Он улыбался швейцару, кассиру в метро, своим коллегам в офисе. Люди улыбались ему в ответ. Он чувствовал себя счастливее и обнаружил, что ему было гораздо проще справляться с жалобами и претензиями на работе, а его доход вырос. Он стал другим человеком, просто начав улыбаться и заменив критицизм и осуждение на одобрение и похвалу. Эффективность улыбки необыкновенно высока, даже если собеседник вас не видит. Этот прием используют телефонные компании. Во время разговора улыбка преображает голос. И это чувствует ваш телефонный собеседник, и это улучшает его настрой на общение. Если нет настроения, попробуйте вспомнить что-то веселое, напойте мелодию, действуйте так, будто вы уже счастливы. Наши действия и настроения неотделимы друг от друга. Люди счастливы настолько, насколько смирились с действительностью. Автор понял это, когда на станции метро увидел поднимающихся по лестнице мальчиков-коллег. Несмотря на свою жизненную ситуацию, они шутились и смеялись, и это было для него хорошим уроком. Глава шестая. Если вы не сделаете этого, вас ждут неприятности. Что выделяет человека среди других и подчеркивает его индивидуальность? Правильно, имя. Запомнив и непринужденно употребляя имя человека, вы делаете ему тонкий и очень эффективный комплимент. Но попробуйте только забыть или перепутать его, и вы рискуете попасть в крайне неприятное положение. Часто мы знакомимся на автомате, буквально через несколько секунд забывая имя человека. Чтобы лучше запомнить имя человека, несколько раз повторите его в ходе разговора. Если уместно, узнайте о роде его деятельности или о семье. Если в следующий раз, когда вы встретите человека, вы назовете его по имени и спросите о чем-то из его профессиональной или семейной жизни, о чем он вам рассказывал при встрече, будьте уверены, это будет очень действенным способом получить расположение этого человека. Обращаясь по имени, человек даже по-другому будет воспринимать информацию, она будет казаться более важной. Столетиями люди платили художникам, музыкантам и писателям за то, чтобы увековечить свое имя. В их честь называют университеты и другие здания. Карнеги приводит пример одной успешной сделки. У компании Карнеги по производству спальных фагонов был конкурент – компания Джорджа Пульмана. Сражаясь за заказы, компании сбивали цены и ограничивали свои прибыли. Однажды встретившись, Карнеги предложил Пульману объединить компании и привел ему преимущество сделки. Пульман внимательно слушал, но не казался полностью заинтересованным. Он спросил, а как будет называться компания? Карнеги сразу же ответил, что компания будет носить имя Пульмана. Лицо Пульмана засияло, и он согласился. Помните, на любом языке имя человека – самый сладостный и важный для него звук. Глава 7. Легкий способ стать хорошим собеседником Для этого нужно быть хорошим слушателем. Да-да, вы не ослышались. Чем больше человек рассказывает о себе, а вы слушаете, тем лучшим собеседником вы будете. Людям важна своя собственная жизнь и, конечно, личные проблемы. Их волнует куда больше, чем проблемы даже миллионов голодающих в мире людей. Когда вы позволяете собеседнику высказаться, то он видит ваше неравнодушие. У каждого есть свой опыт и истории, которыми он с радостью поделится. Стремясь быть хорошим собеседником, будьте внимательным слушателем. Будьте заинтересованы. Задавайте вопросы. Проявляйте искренний интерес. Помните о похвале и признательности. Если же вы долго никого не будете слушать, будете думать не о том, о чем говорит собеседник, а прокручивать свои дальнейшие комментарии или замечания, будете прерывать на середине фразы, говорить только о себе, то добьетесь обратного эффекта и славу зануды с чрезмерным самомнением. В одной истории Дейла Карнеги пригласили на званый обед, где он познакомился с ботаником и проговорил несколько часов подряд. После завершения обеда ботаник очень лестно отозвался в адрес Карнеги, что он обладает качествами, располагающими к беседе, и вообще исключительно интересный собеседник. Любопытно, что Карнеги почти все время слушал, так как не разбирается в ботанике. Слушая, он проявлял интерес, подчерпывая для себя новую информацию. Специалистам по улаживанию конфликтов известно, что даже критиканы и раздраженные придиры усмиряют свой пыл, если сталкиваются с терпеливыми и доброжелательными слушателями. Глава восьмая. Как заинтересовать людей? Исходя из предыдущих глав, думаю, уже понятно, что людям интереснее говорить о важных для них темах. Общие интересы взближают. Собеседники Теодора Рузвельта поражались широтой и разносторонностью его познаний. Он находил общий язык со всеми, хоть с водителем грузовика, хоть с политическим деятелем или дипломатом. В чем секрет? Накануне встречи Рузвельт просматривал материалы по вопросам, которые особенно интересуют собеседника. Он старался говорить о вещах и событиях, важных для собеседника. Если видите, что какая-то тема интересна собеседнику, развивайте ее. Глава 9. Как сразу завоевать расположение людей? Есть золотое правило. Поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами. Мы ищем одобрение тех, с кем общаемся. Мы желаем признания наших достоинств. Нам необходимо ощущать собственную значительность в мире, в котором вращаемся. Мы не хотим слушать дешевую лесть, но страстно жаждем искренней оценки наших положительных качеств. Поэтому важно следовать золотому правилу и давать другим то, что хотели бы получить от них. И это нужно делать уже сейчас. Можно начать с включения в лексикон таких маленьких знаков внимания, как извините за беспокойство, будьте любезны, пожалуйста, если не возражаете, благодарю вас. Они сглаживают углы монотонного повседневного быта и, между прочим, свидетельствуют о хорошем воспитании. Помните, что каждый встреченный нами человек в каком-то отношении превосходит нас. И в этом смысле мы можем чему-то у него поучиться. Поступайте так, чтобы другой человек чувствовал себя значительным и делайте это искренне. Часть 3. Как склонить людей к вашей точке зрения? Глава 10. В споре нельзя победить. Есть лишь один способ выиграть спор. Избежать его. Исход спора будет негативным. Вы либо проиграете, либо выиграете, задавив оппонента аргументами и доводами. Это будет пустая и бессмысленная победа, так как при этом, скорее всего, задените чувство гордости другого человека и нанесете удар по его самолюбию. В 9 случаях из 10 участники спора будут отстаивать свою точку зрения с еще большим пылом, чем до спора. Что для вас важнее? Одержать формальную победу или расположение человека? Разумным решением будет пытаться избежать конфликта с самого начала. Образно говоря, лучше уступить дорогу собаке, чем быть укушенным, настаивая на своих правах. Даже если вы и правы, следы от ее зубов останутся. Если все же вы ввязались в спор, то постарайтесь не усугублять его. Сохраняйте самообладание, слушайте оппонента и следите за ходом его мыслей. Скорее всего, вы найдете аргументы, с которыми согласны и ослабите оборонительную позицию оппонента. А может и вовсе, разногласия во мнениях откроют для вас новое понимание. Деликатно выходите из ситуации. Если оппоненты правы, согласитесь с их мнением, скажите, что обдумаете их идеи. Если вы ошибались, будьте честны и признавайте свою ошибку. Глава 11. Верный путь приобретения врагов и как избежать этого пути. Дать понять человеку, что он ошибается, можно не только вербально, с помощью слов, но и невербально, мимикой, интонацией, жестами. Если вы явно демонстрируете человеку, что он ошибается, это не заставит его согласиться с вами. Это наносит прямой удар его интеллекту, здравому смыслу и чувству собственного достоинства. А оскорбив чувства человека, будь вы сто раз правыми и супер логичными, вы не сможете изменить его убеждение. Поведение «я умнею вас и заставлю вас изменить свое мнение» это вызов, который порождает сопротивление еще до начала разговора. Доказывая что-либо кому-либо, нужно действовать тонко и искусно. Даже если вы уверены на 100% в своей правоте, лучше начать со слов. Ну что ж, посмотрим. Я-то думал по-другому, но я могу ошибаться. Давайте проверим факты. Ни один человек не станет возражать на слова «я, возможно, ошибаюсь». Давайте вместе посмотрим на факты. Если с недовольным клиентом начать разговор не с обмена упреками, а с согласия, что да, возможно, сыграл человеческий фактор и мы допустили ошибку, давайте разберемся, то почти всегда он и сам будет идти навстречу. Признав за собой возможность ошибки, вы никогда не попадете в затруднительное положение. Это позволит положить конец спору и побудит вашего собеседника быть не менее объективным, откровенным и непредубежденным, чем вы сами. Когда кто-либо выражает какое-либо чувство или мнение, мы стремимся почти мгновенно проводить оценку правильно или глупо, ненормально, неразумно, некорректно, не производить приятного впечатления и т.д. И крайне редко мы позволяем себе в точности понять, что же означает это утверждение другого человека. Часто люди без особых усилий меняют свою точку зрения, но как только ему кажут, что они неправы или они ошиблись, даже если они и правда неправы, запускается режим защиты. Ведь под удар попадают не идеи, а чувство собственного достоинства. Владелец дома нанял художника, чтобы тот украсил его интерьер. Получив счет, он ошеломил его. Через несколько дней к нему пришла знакомая и обратила внимание на эти картины. Узнав сцену, воскликнулась ноткой торжества в голосе. «Это ужасно! Они не могут стоить так дорого! Вас облапошили!» Это соответствовало положению дел, но хозяину было неприятно слышать правду, которая критикует его поступки. Хозяин начал искать оправдания, что хорошие вещи не могут стоить дешево и т.д. Но когда к нему пришла другая приятельница и сказала, что хотела бы себе такие картины, но ей они не по карману, то хозяин и сам согласился. Он признал, что заплатил слишком дорого и жалеет, что заказал их. Глава 12. «Если вы неправы, признайте это!» Если понимаете, что неправы, лучше сыграть на опережение и самому признать свою неправоту прежде, чем начать выслушивать критику и обвинения от других людей. Не ждите, пока собеседник поймет вашу неправоту. Берите ответственность на себя, признавая допущенную оплошность. Лучше раскритиковать себя самостоятельно, чем слушать обвинения со стороны. Художник долго готовил эскизы и, принося уже конечный продукт, никак не мог угодить заказчику, который сцеплялся к каждой детали. Художник решил изменить тактику и начал говорить, что да, действительно, он виноват, что они работают уже давно и ему следовало уже понять ожидание заказчика. Но заказчик начал защищать его, сказав, что ошибка несерьезная и поправимая. Художник продолжал критиковать сам себя. В итоге заказчик начал распаливать рисунок и указал лишь на мелкую деталь, которую нужно было исправить и даже пригласил художника на обед. Если на работе допустили ошибку, которая вскоре раскроется, лучше сразу о ней рассказать, признать вину и предложить исправить. Вероятнее всего реакция начальства будет вполне лояльной. Глава 13. Капля меда. Начинайте разговор дружелюбно. Если подойти к человеку, сжимая кулаки, его кулаки тоже сожмутся в ответ. Но если вы подойдете и скажете, давай присядем и посоветуемся о ситуации, возможно, расхождение наших мнений не так критично, реакция будет более положительной. Один из самых результативных адвокатов достиг успеха благодаря поддержке своих аргументов дружескими репликами типа «Если жюри навязать свое мнение». Именно мягкий, спокойный, дружелюбный тон выступлений и помог этому адвокату стать знаменитым. Один инженер снимал жилье и уже заканчивался срок его аренды. Арендодатель уведомил его о повышении стоимости аренды. Инженер, вместо того, чтобы жаловаться и сокрушаться о несправедливости, выразил благодарность хозяину жилья за то, как прекрасно он выполнял свои обязанности и как бы ему хотелось пожить на доме еще год, но он не может себе этого позволить. Это отличалось от того, как реагировали другие съемщики квартир и для этого инженера стоимость аренды была понижена, а сам он вызвал восхищение у хозяина жилья. Глава 14. Секрет Сократа. Начинайте беседу с тех вопросов, по которым мнение с собеседником сходится. С самого начала старайтесь получать ответы «Да», и ведите беседу так, чтобы собеседник не говорил «Нет» и не применял отрицательные ответы. Как только человек говорит «Нет», самолюбие будет требовать последовательности в суждениях и даже поняв, что отрицательный ответ был поспешным, человек будет придерживаться именно ему. Секрет Сократа заключался в получении от оппонента целого ряда утвердительных ответов. Он задавал вопросы, не оставлявшие альтернативы ответу «Да» и заставляя собеседника принимать одно допущение за другим цепочкой утвердительных ответов, побуждал его к выводу, который бы встретил яростное неприятие несколькими минутами раньше. Глава пятнадцатая «Предохранительный клапан, предотвращающий недовольство» Большинство людей, пытаясь склонить кого-либо к своей точке зрения, слишком много говорят сами, тем самым допуская ошибку. Лучше дайте такую возможность другим людям, они лучше знают о своих проблемах и сфере деятельности. Задавайте вопросы, не прерывайте, даже если не согласны. Вы лучше поймете его точку зрения и сможете избежать спора или найдете правильный подход. Так часто бывает и с детьми. Мы их не слышим, а лишь даем указания, что делать и как. Если будете вести разговоры на интересующие детей темы и выслушивать их, они с вами будут делиться секретами, а отношения будут улучшаться. Друзья предпочтут рассказывать о своих успехах, вместо того, чтобы слушать о наших. Один французский философ сказал, «Если вы ищете врагов, то превосходите друзей ваших, но если вы хотите иметь друзей, то позвольте друзьям превосходить вас». Глава 16. Как добиться сотрудничества? Идеи, зародившиеся в нашей голове, нам намного ближе тех, которые навязываются извне. Никому не нравится, когда навязывают какой-либо товар или указывают, что делать. Намного предпочтительнее осознавать, что мы делаем покупку или действуем по собственному желанию. Людям нравится, когда учитываются их желания и потребности. В идеале, если вы нанесете человеку мысль так, что он будет думать, что он является автором этой мысли. Художник каждую неделю презентовал дизайнеру эскизы одежды. Тот их внимательно рассматривал и раз за разом отказывал. Тогда художник прихватил незаконченные эскизы и попросил дизайнера подсказать, что нужно доработать. Через пару дней художник получил свои эскизы вместе с пожеланиями. Он учел их и дизайнер купил эскизы. Позвольте другому человеку считать, что данная идея принадлежит ему. Глава 17. Формула, которая сотворит для вас чудеса. Другие люди даже будучи неправыми сами так считать не будут. Вместо осуждения важно научиться смотреть на вещи с точки зрения других людей. Всегда есть причина почему человек поступает и думает так а не иначе. Заинтересовавшись причиной меньшая вероятность того, что результат будет воспринять негативно. Чтобы понять те или иные действия других людей нужно посмотреть с их точки зрения. Показав собеседнику что его точка зрения для вас важна обсуждение будет более результативным. Увидев в парке группу детей разжигающих костер можно подбежать к ним и в грубой форме сказать чтоб они немедленно его тушили так как может возникнуть пожар. Как только вы уйдете они снова распалят его. А можно подойти узнать что они хотят поджарить сказать что тоже любите собираться опытные но есть и другие дети которые могут последовать их примеру и у них возникнет пожар и просто деликатно попросить отойти на пустырь и там пожарить сосиски. В таком случае их никто не заставляет и они с радостью пойдут навстречу. Глава 18 То чего хочет каждый Есть одна волшебная фраза которая прекращает споры уничтожает недоброжелательность и побуждает других внимательно слушать. Вот она Я совершенно не виню вас за то что вы думаете и как думаете будь я на вашем месте я без сомнения думал бы точно так же как и вы. Компания по обслуживанию эскалаторов имела контракт с одним дорогим отелем. Когда подошло время регламентных работ менеджер отеля не желал останавливать эскалатор больше чем на 2 часа но для работ требовалось 8 часов механик вошел в положение менеджера и сказал что понимает как важна работа эскалатора для отеля и его посетителей он готов сделать все что в его силах чтобы обеспечить комфорт гостям но если не провести весь комплекс работ за 8 часов сейчас то эскалатор может и вовсе нужно будет отключить на несколько дней что причинит еще большее неудобство гостям отеля сопереживая менеджеру он убедил его глава 19 призыв который находит отклик в каждом для каждого действия у людей есть два мотива подлинный и тот который красиво звучит если взять во внимание второй мотив то он имеет место быть так как люди хотят чтобы их воспринимали как личностей благородных и бескорыстных если вы будете подходить к собеседникам клиентам коллегам или начальству как людям искренним честным и благородным это будет их подстегивать быть именно такими в отношении к вам если кто-то не выполняет свои обязательства вы можете сказать что были лучшего мнения о человеке и не могли бы подумать что он мог вас подвести вполне возможно что тот человек исправит свое поведение или ситуацию и вы сможете сказать что все-таки были правы и та ситуация была просто недоразумением например если журналист снимает детей известного человека и лезет в личную жизнь он может обратиться к нему и сказать что знает этого журналиста как порядочного человека чтущего этику и попросить его не лезть в личную жизнь так как это вредит семье и не соответствует категориям честной журналистики никто не хочет терять свое лицо в глазах других людей глава 20 так поступает в кино так поступает на телевидении так почему же вы так не поступаете недостаточно просто найти идею или хорошо сделать работу нужно уметь ее еще представить в яркой живой и интересной презентации придать ей наглядности самый простой пример техника сейчас мало сделать качественный смартфон нужно еще и суметь его правильно преподнести презентовать публике на ум сразу приходит техника apple почему она так продается и ассоциируется с успехом как думаете вот в том то и дело если представляете идею то факты цифры аналитические данные должны представляться интерактивно кратко и понятно главное концентрация на преимуществах и представление ее как экономически и социально наиболее подходящей если представляете продукт презентовать сам продукт и показать чем он лучше тех с кем конкурируют люди хотят шоу вот например как девушки мечтают чтобы им сделали предложение просто сидя на диване выходи за меня или чтобы избранник создал романтическую обстановку с букетом цветов встал на колено и сказал эту заветную для каждой девушки фразу глава 21 если ничто другое не действует попробуйте это мотивация даже денежная не всегда работает часто улучшить работу помогает дух соперничества конкуренция желание быть лучшими стимулирует людей преуспевать и двигаться вперед если видите что человек выполняя задание сомневается в своих силах аккуратно намекните ему что ничего страшного если он откажется от него ведь задание сложное и требует особой подготовки и стрессоустойчивости что только настоящий профессионал справится с ним была одна история когда на стагнирующем производстве начальник пришел в цех и спросил сколько за смену выпускается изделий ему сказали что 6 он написал эту цифру на полу и ушел работники второй смены придя на работу увидев эту цифру подумали что они это работает лучше и нужно доказать это руководству так они сделали за смену 9 изделий дух соперничества помог ранее отстающему цеху стать лучшим на производстве часть 4 быть руководителем как изменять людей не нанося им обиды и не вызывая негодование глава 22 чего следует начинать если вы должны указать на ошибку если нужно сделать замечание человеку то лучше начать похвалы его сильных сторон или признательности ему после того как упомянуты чьи-то достоинства ему будет проще услышать о своих ошибках это как зубной врач начинает лечить зуб после навокаина зуб сверлить все равно придется однако навокаин снимет боль продавщица не могла разобраться с кассовым аппаратом хотя довольно успешно общалась с клиентами тогда менеджер вместо того чтобы наказать ее сказала ей что довольна ее открытостью и дружелюбным общением с покупателями скоростью работы она предложила продавщице разобраться с процедурой учета денег девушка почувствовавши уверенность в ней стала быстрее разбираться с механизмом и в дальнейшем не было никаких проблем или другая история президент Калвин Кулич вызвал к себе секретаршу и сделал комплимент ее платью она смутилась но он сказал чтобы она не волновалась ведь он просто хотел сделать ей приятно а еще чтобы она была более внимательна с пунктуацией или например если согласовываете выступление и вам предложили речь которая не подходит лучше сказать что это великолепная речь но для другой ситуации в данном случае следует учесть такие-то факторы и стратегические цели глава 23 как критиковать не вызывая при этом ненависти к себе прямая критика обижает людей и заставляет обороняться нужно косвенно привлекать внимание к ошибкам рабочие стояли под табличкой курение запрещено управляющий увидев просто подошел дал каждому по сигарете и сказал что был бы признателен если они выкурили их другом месте он не только указал на проступок рабочих но и сделал небольшой подарок если за похвалой идет слово но то оно отменяет все сказанное ранее можно сказать ребенку у тебя хорошие оценки в этой четверти но если бы ты потрудился над геометрией усерднее результат был бы еще лучше искренность похвалы поставлена под сомнение а можно так у тебя хорошие оценки в этой четверти и если бы ты потрудился над геометрией усерднее результат был бы еще лучше заметили так за похвалой не следует обвинение и ребенок вероятнее всего оправдает ожидания кстати про то как реагировать на критику и отвечать на неудобные вопросы на канале есть книга на линии огня искусство отвечать на провокационные вопросы глава 24 сначала поговорите о собственных ошибках перед тем как кого-то критиковать расскажите о собственных ошибках другому человеку будет проще принять критику если он будет понимать что никто не идеален признавайтесь что и сами совершали ошибки и не идеальны скажите что в таком же возрасте или схожей ситуации ранее допускали даже худшие ошибки и спросите не думает ли человек что правильнее будет поступить иначе все люди ошибаются и мы не исключение глава 25 никто не любит когда ему приказывают когда вам нужно получить что-то от других людей даже подчиненных лучше попробовать задавать вопросы а не приказывать так человек ощущает свою значимость что с ним считаются приказной тон это модель я главный а ты слушай что говорят если вас не устраивает предложенный вариант лучше спросите думаете это сработает или может быть лучше было бы сформулировать это иначе вопросами можно направлять в нужное русло и стимулировать креативность и новые идеи один студент неправильно припарковал машину чем перегородил вход в университет преподаватель ворвался в глаз и возмущенно сказал убери ее немедленно или я на буксире утащу ее прочь студент конечно убрал машину но с тех пор и он и его сокурсники постоянно цепляли этого преподавателя ему нужно было ли спокойно выяснить чья это машина и попросить отогнать ее чтобы другие могли проехать глава 26 давайте возможность человеку спасти свое лицо помогайте людям сохранять свою репутацию критика ребенка при друзьях или работника при коллегах задевает их самолюбие если сотрудник или коллега допустили ошибку не стоит публично говорить об этом представляя руководству фирмы новый проект сотрудница допустила ошибку в расчетах вместо того чтобы критиковать ее управляющий поблагодарил ее за проделанную работу и отметил что новые проекты на старте могут сопровождаться ошибками сказал что верит ее навыки и уверен что она сможет все исправить и презентовать все ближайшее время а проект будет запущен глава 27 как побуждать людей к достижению успеха пряник лучше кнута поощрение действует лучше наказания даже во время дрессировки животных что уж говорить о взаимодействии людей когда вы хвалите людей за малейшие достижения и удачные шаги это побуждает их и дальше совершенствоваться и действовать в нужном направлении но лучше хвалить за что-то конкретное а не обобщенно семья молодого человека была настолько бедной что он не мог ходить в школу и был вынужден жить где попало он хотел стать писателем но сомневался в своих способностях издательства отказывали ему раз за разом но однажды один редактор выразил ему одобрение и даже похвалил его это простое действие изменило жизнь молодого человека и дало веру в себя он продолжил писать и добился успеха наверняка и вы слышали про этого мальчика Чауза Диккенса глава 28 дайте собаке хорошее имя если вы хорошо отзываетесь о людях и создаете им положительную репутацию то они будут стремиться соответствовать вашему мнению о них ребенку у которого были проблемы с дисциплиной учительница сказала что у него есть задатки лидера и он может сделать класс лучшим она отмечала успехи ученика и хвалила его за них тем самым поведение этого ученика менялось ученик старался сделать все чтобы соответствовать созданной ему репутации или другая история механик работавший долгие годы стал выполнять свои обязанности хуже менеджер вызвал его и сказал что он отличный механик огромное количество клиентов позитивно отзывались о его работе но в последнее время он стал работать медленнее а качество не соответствует прежним стандартам оказалось что механик просто не замечал ухудшения своей работы но после разговора он стал работать даже лучше прежнего чтобы соответствовать своей репутации глава 29 делайте так чтобы ошибка казалась легко исправимой если говорить кому-то что ничего не получится и у него нет способностей это убьет любой стимул и мотивацию к этому делу но если собеседнику сказать что у него есть способности или задатки к ее выполнению что нужно немного попрактиковаться и все получится то настрой будет совсем другой начинающему танцору можно сказать что у него есть чувство ритма или что он быстрее остальных осваивает движение это будет воодушевлять его учиться активнее глава 30 старайтесь чтобы люди были рады сделать то чего вы от них желаете руководитель может сказать подчиненному так завтра я ожидаю клиентов и хочу чтобы ты убрал хранилище сложи все аккуратно и протри прилавок а может сказать Андрей нам нужно кое-что сделать если сделать это сейчас не придется заниматься этим завтра да и сегодня Лена может помочь завтра приходят клиенты и я буду показывать им хранилище но оно в ужасном состоянии если бы ты навел там порядок это бы произвело на клиента впечатление и ты внес бы свою лепту в создание имиджа компании если нужно будет остаться после работы можешь рассчитывать на отгул позже может он и не будет прямо супер рад даже второму варианту но однозначно отнесется к ним с большей ответственностью если видео было полезным ставьте палец вверх подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски